Всем доброе утро! Это Гармония, а это ель обыкновенная инверсия. Высота данного растения может доходить до 8 метров в ширину. Ширина может доходить до 2-2,5 метров. Шишки у нее вот такого плана, в среднем 20 где-то сантиметров. Они обои полые, то есть двудомные, то есть и женские и мужские. Поэтому она спокойно плодоносит сама по себе. Яркий, насыщенный цвет. Форма этой еле интересная, она перевернута. То есть все верхние побеги, идущие вверх, растут все вниз. То есть она вот такого плана вниз спускающаяся. Самое главное при формировке такой красивой инверсии, смотрите, тут вытягивать надо главный ствол. Почему? Потому что если вы не вытягиваете главный ствол, у нее как такового не будет этого ствола. Поэтому обязательно делается палочка, вытягивается один побег, и тогда у вас получается форма. А так это будет, если не формировать большая-большая шапка. Морозостойкость этой ели очень высокая, то есть в среднем до 40 градусов она выдерживает мороза. Место ее непосредственно посадки солнце-полутень. В тень не сажайте, потому что форма будет ужасная, цвет ненасыщенный, будет очень много вот таких провалов. Поэтому ее все-таки высаживают на солнце-либо полутени. Помним, полутень это больше 4 часов непосредственно прямых солнечных лучей. Чтоб не забывали. Весной яркие молодые побеги будут становиться ярко-салатовые. И поэтому на фоне ярко-зеленых веточек будет у вас прирастаться вот такие яркие салатовый цвет. То есть весной, летом это будет просто чудо чудесное. Обязательно вам это покажу. Прирост ее невысокий. Считается 15-20 сантиметров в год. То есть в принципе очень хорошая и очень плотная ель. Обязательно, когда вы покупаете саженец, желательно выбирайте закрытый корневой. Чтоб непосредственно была корневая закрыта. Эта ель требует кислотной почвы. Поэтому обязательно кислотная почва должна быть выше 4,5-5,5. То есть довольно-таки кислая. На этой почве она будет максимально хорошо себя чувствовать. А также, эта ель легко формируется в различные топиарные изделия. Ее частенько делают в разные формы. Она легко поддается стрижке, формировке. И желательно это делать по ранней весной. Но мы когда будем ее пристригать, я вам обязательно это покажу. По уходу за внутренним. Обязательно все сухие внутренние побеги надо убирать. Почему? Потому что если будете оставлять, она начнет страдать. Она любит стрижку, формировку. Поэтому ежегодная стрижка и убирается вот эти все сухие побеги. Аккуратненько выстригаем и держим ей формочку. Потому что нет солнца, остаются побеги. Соответственно будет у вас меньше болеть и лучше себя будет чувствовать. Это самое главное. При посадке. Мы сейчас с вами поговорим по посадке. Самое главное, что мы берем. Хвойный грунт 4,4,5 PH. Берем с вами. Обязательно делаем дренаж. Не любит перелив. То есть ямку делаем глубокую. 20-25 сантиметров дренажа. Потом мы берем с вами песок, хвойный грунт. Можно взять лиственные, перегной лиственные. Можно взять дренированную. Замешиваем это все и обсыпаем корневую. Хороший делаем пару раз пролива. А также на дно ямы можно добавить нитромофоску. Грамм 50. Потом, когда мы это все засыпали, хорошо проливаем. Раз пролили на вот такое высокое, допустим. Примерно считайте так. На 1 метр растения, 1 ведро. То есть если у нас тут 2,5 где-то метра. То есть 2,5 за 1 полив. Раз пролили. Через часик еще раз пролили чуть-чуть. Только уже где-то ведерко. И только потом мы разбавляем с вами корневин. Для усиления корневой. И проливаем. И потом раза два проливаем каждые 2 недели. Лучшая посадка этой ели весна, либо ранняя осень. Вот так. Потому что в другое время она довольно-таки специфическая в этом плане. Но самое интересное, что она довольно-таки неприхотливая. Хорошо держится от различных заболеваний. Редко болеет. То есть в этом плане инверсия просто прекрасное. И незаменимое растение. Ну как-то так. Если еще остались вопросы, обязательно пишите. С удовольствием отвечу на них. Будем стараться с вами развивать наш канал. И соответственно рассказывать вам все больше и больше о вот таких интересных растениях. Которые на вашем участке добавят интересную и интересную форму. Так что как-то так. Всем хорошего дня. Если что, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Ну и колокольчик. Чтобы не пропускать наше видео. Всем хорошего дня. И все будет хорошо, ребята.